Ак-Жаик 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 Получается, вы в разных направлениях работаете, да? Да, в разных направлениях. Интересно, хорошо, спасибо, Распект Даниилович. Айнара, расскажите, как хореограф, как вы пришли в эту студию, и сколько лет вы уже занимаетесь танцами, и как вы пришли вообще в мир танцев? Очень приятно, что нас позвали, спасибо вам. Я вообще училась сама здесь, родилась тоже здесь, в Уральске, училась в 44-й школе, и там я начала заниматься танцами, это мне понравилось. Я поняла то, что это уже не просто кружок, а что-то более иное. И потом дальше я поступила в Астану, ну сейчас она Нур-Султан, да, в Казахскую национальную академию хореографии. Там я обучилась, прошла полный курс по хореографии. Два года я преподавала в городе Нур-Султан, в 74-й лицее. Потом, ну, началась карантин, как знаете, уже много школ закрылось, и уже родители посоветовали приехать сюда, в Уральск, здесь поработать, быть рядом с ними. И тогда уже как раз в мае месяце открывалась школа Харахат в Зачаганске, в Мукеула. Тогда меня позвали в качестве хореографа. И вот с мае месяце я сейчас работаю. У меня пять групп маленьких детишек. И вот так пришла, я так пришла вообще сюда, в Уральск, в школу Харахат. Я очень рада, что я здесь сейчас. Получается, за небольшой такой срок, ваши ученики уже достигли таких больших высот. И какие еще вы можете отметить достижения, кроме вот этого конкурса международного, многожанрового? В то же время, когда мы участвовали в этом конкурсе, в Уральске проходил республиканский конкурс от Адамура. И в этом конкурсе участвовали наши домбристы, и они выиграли гран-при. Также есть соло, индивидуальные участники, которые выиграли первое место, второе место, и очень много призовых мест. Буквально вчера проходил тоже еще один республиканский конкурс в Унира-Леме, в Казах-драмотеатре имени Хадиша Букиевой. Там наши ученики актерского мастерства выиграли гран-при. Также участница по вокалу выиграла первое место. Значит, получается, что гран-при и первое место забрал нашу школу. Поздравляем вас со всеми этими победами, достижениями. Хорошо, теперь я хотелось бы познакомиться с нашими маленькими гостями, танцорами, танцовщицами. Девочки, расскажите о себе, Айлана, вот вы взяли микрофон, расскажите о себе, сколько вам лет, где вы учитесь, и почему вы решили танцевать, заниматься танцами. Здравствуйте, меня зовут Пирганалиева Айлана. Поближе микрофон. Я учусь в номере 50-й школы. Еще в 3-м классе. Я учусь в 3-м классе. Айла, она у нас немного волнуется, но соберись, потому что как раз-таки есть время еще подумать, как ответить на этот вопрос, как вы пришли танцам, потому что сейчас у нас есть телефонный звонок, думаю, мы потом продолжим после телефонного звонка наш разговор с девочками. Здравствуйте, уважаемые телезрители, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, поскольку человек в группах младших с 5 лет? С 5 лет, да? Хорошо, спасибо за вопрос. Вообще, именно в хореографии у нас по 20 детей в группах занимаемся мы так, потому что это по госпрограмме нам дали такое количество детей, чтобы в каждой группе было по 20 детей. Работаем мы с 4 лет с детьми. С 4 лет возрастные ограничения есть, да, получается, у вас? Да. В основном до 18 лет, но если индивидуально, то можно и пожелать. Отлично. Есть индивидуальные еще курсы, да, получается. Сколько раз в неделю вы занимаетесь? Думаю, нашим телезрителям тоже это будет интересно, раз они начали спрашивать про группы. По госпрограмме мы занимаемся 3 раза в неделю, но бывают моменты, когда мы занимаемся и 2 раза в неделю, так как у нас много очень выступлений, и вот эти дни мы берем как выступлениями. Хорошо, спасибо большое. Айлана, как вы подумали, ответите нам на вопрос, как вы пришли к танцам, почему вы решили вот именно заниматься танцами? Просто мне нравится танцевать самой. И сколько времени вы уже танцуете? Хорошо. С мая месяца. С мая месяца, да? Еще года не было, да? Еще года не было. А, отлично. Прекрасно, спасибо. Нурия, расскажите о себе теперь вы. Меня зовут Нурия. Меня зовут Нурия. Я учусь. Так, сколько вам лет, Нурия? Восемь. Хорошо, девочки еще волнуются за прямого эфира, наверное. Кто у нас там? Тогжан, может, вы нам расскажете о себе? Давай. Меня зовут Тогжан. Тогжан и Айжудыз, да? Айжудыз, как вы, не такая стеснительная, как ваши коллеги по танцам. Хорошо, может, вы расскажете, да, Айнара, о девочках, о ваших участницах? Сколько у вас человек поехали на эти соревнования, конкурсы, на этот конкурс, и сколько им лет, на сколько им лет? У меня поехали в Астану две группы. Это маленькая группа, вот, в котором танцует Тогжан. Это 5-6 лет. Мы участвовали в этом категории. Народный танец, казахский танец, балбубек. Вторая группа у меня, вот, которая поехала, это уже постарше. Это группа у меня балет. Вот, в группе 10 девочек я специально это собрала, чтобы развить в городе Уральск вообще направление балета, жанр балета. Вот, да, они у меня занимаются некоторые с мая месяца, некоторые с августа месяца. Они занимаются так мало времени, но есть очень большие такие результаты. Они сами такие, знаете, хотят прям, у них такое бешеное желание прям танцевать. Вот, вот, Айлана, Нурия, Яйжилдоз, вот, они уже постарше группы, группа балет. Отлично. Теперь мы видим у нас на столе три диплома. Расскажите, что за дипломы и по каким номинациям они? И вот об этих двух кубках тоже. Вот эти кубки есть от этого конкурса, Шоу Маскуон. С маленькими группами мы заняли второе место, лауреаты второго места. А вот с балет мы поехали с танцем «Дождик». Это более стиль, балет и контемп. Я соединила эти два стиля и создала такой уникальный номер с гимнастикой внутри и все такое. И вот с этим номером мы заняли первое место. Жюри очень понравился этот танец, так как он был такой необычный. В необычном стиле, нестандартный, как он любит наше общество. Он был более такой затруднительным танцем. И вот с этим танцем мы заняли первое место. Отлично. Хорошо, спасибо, Айнара. Как раз-таки здесь у нас пожелания от нашего телезрителя. Здравствуйте. Удачи коллективу телеканала «Акжаик». Желаем успехов, а также удачного дня. И поздравляем победителей международного танцевального конкурса. Спасибо большое наш телезритель. Уважаемые телезрители, я бы хотела вам напомнить, что, как и обычно, мы работаем сегодня в прямом эфире. Это значит, что у вас есть возможность позвонить на номер 28 58 69 и поздравить наших сегодняшних гостей с победой на международном конкурсе. Хотели оставить свои пожелания нашим гостям или задать свой вопрос. Или все свои пожелания, комментарии написать на номер WhatsApp 837 028 58 69. Дорогие гости, теперь хотелось бы узнать, Айнара, вот вы стали говорить про то, как вы съездили, заняли места. Но хотелось бы узнать, как вообще весь процесс вот этого конкурса происходил. Проходили ли вы какой-то отбор там? Какие еще города, страны там принимали участие, так как это есть международного уровня? И какие, в общем, впечатления у вас и у ваших учеников? А вообще по системе нашей школы мы сначала вот ставим номер, костюмы подбираем, а потом показываем нашим директорам. У нас есть специальные эти завучи по направлению. И мы проходим отбор у себя, чтобы как бы, мы же идем показать статус нашей школы. И мы проходим отбор у себя сначала. Потом я отправила видео по электронной почте нашим организаторам этого конкурса. Они нас подтвердили. Далее уже я сообщила родителям, они очень обрадовались. И мы собрались и поехали на конкурс. Нас с нами поехали очень много родителей, особенно бабушек. Они были так довольны очень, что благодаря своим внукам, внучкам, да, увидели город Нур-Султан. Хотя до этого у них, оказывается, не было возможности. Вот такой у нас была очень интересная поездка. Я хочу еще отметить, поблагодарить нашего директора Даниара Распековича, Распек Даниарович, простите, за то, что он дал нам возможность встретиться с основателем нашей школы, Хараката Бальдиной. И вот, и родители просто тоже были в шоке, так как она сама пригласила наших детей лично познакомиться, пообщаться, а также подарила возможность детям поиграться в развлекательном центре «Хэппи Лоун». О, очень интересно. Значит, поездка была насыщенная. Да, очень была насыщенная. Да, очень рада это слышать. И как раз-таки здесь поступил вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте. Хотел узнать, какие у них планы на будущее. Есть ли в планах выезда за границу на конкурсы или только в планах поездки по Казахстану? Вот такой вопрос. У нас планы есть. В прошлом году у нас проходил республиканский конкурс от Адамура. В этом конкурсе участвовали очень много наших учеников по направлению «Житген», игра на инструментах, «Домбра», вокалисты наши были. «Житген», участницы по номинации «Житген» выиграли гран-при. Они выиграли бесплатную поездку, то есть участие в конкурсе в Турции. Также «Домбристы» выиграли 50% скидку участия в этом конкурсе в Турции. Также несколько наших вокалистов выиграли гран-при, тоже бесплатное участие в конкурсе. Отлично. В будущем мы планируем поехать в Турцию. Скоро нас должны пригласить. Как только стабилизация в стране расслабится, можно будет поехать без проблем. Мы вас ждем. Хорошо, спасибо большое. Тогда пожелаем успех в предстоящих ваших конкурсах. Еще один вопрос от нашего телезрителя. Точнее, не вопрос, а скорее пожелание. Здравствуйте. Желаю удачи и процветания вашему телеканалу «Акжаик». Хочу сказать нашим девочкам Айлана, Нурия, Токжан и Айжулдыс не волноваться в прямом эфире. Удачи. Телезрители вам желают не волноваться, девочки, чтобы вы ответили на наши вопросы. Спасибо большое, дорогие телезрители, за поддержку. Думаю, нашим гостям очень приятно. И еще одно сообщение от нашего телезрителя. Добрый день. Я являюсь родительницей и воспитанницей школы и студии «Каракат» Тимурбулат Айнас. Хочу поблагодарить нашего преподавателя Айнару Айбаровну и директора Даньяра Распековича. Всех благ вам и удачи во всех начинаниях. Спасибо большое за наилучшие пожелания. Наши дорогие телезрители, мы тоже хотим в ответ пожелать вам всего самого наилучшего, всего самого доброго и, несмотря на пасмурный холодный день, чтобы в вашей душе было всегда тепло и ясно. Дорогие телезрители, а сейчас я хотела бы, чтобы мы прервались на музыкальную композицию, а после мы продолжим нашу программу. Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Ставим. Ухтавду. Коямос. И. И. Раз. Два. Три. Носочки тянем. И. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Артка жатамос. И. Ножки вместе. И. Раз. Поднимаем. Два. И. Три. И. Четыре. Еше раз. Раз. Два. Три. Четыре. Все. Отрамыз. И. Колымыз үшінші қалыпқа. Алға. Складка. И. Жатамыз. И. Тұрамыз. Аяғымызда ашамыз. Ашамыз-ашамыз. Тесес-те-те. И в другую сторону встаем и бабочка, бабочка, ай жылдос бабочка. Девочки, немножко волнуются? Так, мы сделали упражнение на растяжку, на паховые мышцы. Теперь будем делать на спинные мышцы, на позвоночник. Давайте, кет-тек, мыс-сах-поламс. И, кет-тек, и, и, бэр, екэ, өш, тес-тес, төрт. И, бэр, екэ, өш, төрт. Он аяғымызды созамыз, дайын-дайымыз. И, лақтырамыз, кәзір. Аяғыншын созамыз, и, кет-тек, и, бэр, екэ, өш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Көтерлеміз, көтерлеміз, тұрамыз, айланы. Аяғымызды көтеріп тұрамыз, дайын-даламыз. Оқтауға қарамай қой. Кет-тек, аяғымызды ақтырамыз. И, бэр, екэ, өш, төрт, бес, аяғымызды созамыз. Аға, все, молодцы. Ишімізге жатамыз. Аяқтарымызды ұстаймыз. И, көтерлеміз. И, бэр, екэ, өш, төрт түйіміз. Көтерлеміз. Бэр, екэ, өш, төрт түйіміз. И, көтерлеміз. Бэр, екэ, өш, төрт. Жатамыз. Тақ, тепер унас ұпражнение. Тожы, нас пенің өш, сәйжылдыз айланыға бар. Отырамыз аяғымызға жат. Кеттік. И, дайындаламыз. Оныр епті. И, раз, два, три, четыре, пять, шест, сем, восем, девять, десять. Аға, кеттік, олымыз артықа береміз. И, бір, екэ, үш, төрт. Тепер сомалетик. И, бір, екэ, өш, төрт. Маладцы. Орындарымызға трамыз. Трамыз. Айлана, трамыз. Ох, таудалдыңызға ламыз. Тепер трамыз. Хоям жүрге. Тепер я хотела сказать, то, что сейчас у многих детей плоскостопие. И мы им тоже занимаемся. И каждый урок под минуты, по две минуты мы катаем скалку. Давайте. Она, яғымыз бен. Сейчас под десять секунд сделаем. Кеттік. Холмыз бельде. И, бір, екэ, үш, төрт. Бес, кереса яғымз бен. И, бір, екэ, үш, төрт, бес. Все, молодцы. Давайте сделаем поклон. И, и поклон. Все. Спасибо большое, Айнара. Спасибо девочкам, что продемонстрировали, как у вас проходят занятия. Действительно, девочки очень гибкие и старательные. Видно было то, что это действительно большой труд перед тем, как еще и поехать и выступить на международном конкурсе. Думаю, можно вам уже присаживаться, и мы продолжим нашу программу. Девочки. Утро, ой, дархазай. Окей. И теперь скажите, пожалуйста, Айнара, весь вот этот вот тренировочный процесс, сколько времени у вас занимает, точнее, именно вот разминка? Разминка, вообще, сам процесс, очень долгий процесс. Иногда мы один урок, иногда месяц мы полностью занимаемся гимнастикой, потом только переходим к танцам. Но иногда бывает, что концерты, срочно нужно девочек на концерт вывести, и приходится 30 минут гимнастика, 30 минут танца. Так, ну, по времени мы распределяемся, как получается, то есть. А танец ставите вы сами, все эти движения, все это вы выбираете сами, да, Айнара? Да, я сначала слушаю музыку, и потом уже движения приходят сами уже. Но я хотела отметить, что в нашей школе не только я хореографа, у нас вообще 4 хореографа, очень прекрасных, известных по городу Уральск. И вот мы работаем сообща, мы советуемся, иногда кто-то где-то что-то не получается, мы друг с другом советуемся. И вот благодаря этому у нас вообще по всей школе 500 девочек только приходит на танцы. Ого, это действительно большое количество девочек. Вот, и очень большие результаты у нас есть. Получается, вы в направлении бальных танцев, да, учитесь? Ой, балет и... Народные. Народные, да? Да. Помимо вот казахского национального танца еще какие вы обучаете? Я, ну, я еще обучаюсь по современным танцам. Ну, просто многие родители, вообще полностью многие люди думают, что современные танцы это, они сразу представляют это хип-хоп, вот это айрн-би, уличные танцы. Но нет, есть еще современные танцы, которые связанные с балетом, это контемпорири, джаз-модерн. Я вот больше этому стилю предпочитаю обучать детей. Отлично. И детям нравятся вот эти стилю. Да, детям очень нравятся. Хорошо, спасибо. Дорогие телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, это значит, что если у вас появится вопрос, то вы можете написать нам или позвонить. Все средства связи указаны на ваших телеэкранах. А пока я хотела бы прочитать пожелания от нашего телезрителя. Дорогие, хотелось бы выразить благодарность школе-студии, а также продюсерскому центру за поддержку наших детишек и отдельная благодарность Айнаре. Она отличный хореограф. Моя дочка ходит к ней на кружок и меня радуют ее успехи. Также подрастает сын, которого тоже планируем записать в эту школу-студию. Спасибо большое, наш телезритель. Спасибо большое. И в начале, где-то в середине передачи вы уже отмечали о планах на будущее, то, что вы на различные конкурсы хотите отправить детишек. Хотелось бы узнать в танцевальном направлении, какие планы на будущее, именно не только по конкурсам, а по мероприятиям. Планируете ли вы еще какие-нибудь мероприятия провести, организовать или еще расширить вашу школу? Планы очень большие. Вот если отметить, можно 6 ноября у нас была эстафета, унира эстафета, называется. Здесь участвуют наши маленькие группы. Девочки участвовали по хореографии, по номинации и по вокалу. Все эти группы соревновались друг с другом, показывали свое мастерство вместе с родителями. Девочки танцевали с родителями, группы по вокалу пели вместе с родителями. Было очень интересно, заворожительно. И наших намерений это сделать, как бы традиции, каждый год проводить, каждые каникулы. До этого такой фестиваль эстафеты у нас никто не делал в нашем, в Уральске, в нашем регионе и даже в других школах. Родителям это очень сильно понравилось. Это очень сильно сподвигло, чтобы стать ближе родителю, ребенку, школу с родителями. Еще есть у нас в плане 5 декабря провести очень большой концерт, концерт нашей школы, где участвуют все наши ученики и ученицы, показывают свое мастерство. Этот концерт направлен на День независимости. Всех приглашаем, билеты будут продаваться, скоро все объявления будем развешивать. Следите за нашим инстаграмм-страничкой, все информации будут там. Спасибо большое. Теперь вот я смотрю на LED-экран и представлены ваши фотографии. Это получается после вашего приезда из города Нур-Султан. А это все фотографии, которые представлены на LED-экране. Это моменты из самого конкурса. Это девочки, которым 5-6 лет. А это ваш личный номер, который вы сами придумали, получается? Да. Отлично. Скажите, с какими вы трудностями сталкивались при обучении детей, девочек? Мне кажется, в любая профессия она не будет успешной, будут некие трудности. А с детьми это очень сложно работать с маленькими, так как они не понимают, кто-то хочет пить, кто-то хочет в туалет. И то только час занятий, и то это проходит некими такими моментами. Да. А кто-то просто такой, есть у меня маленькая группа, они говорят, все, я устала. И все, никак ты не можешь там, ну, сказать, что танцуй. Просто устала, и все, сидят. Бывают моменты, когда родители не приходят, забирают детей, папа или бабушка приводит их, и они такие, мама меня не привезла, все, я обиделась, не буду делать. Вот такие тоже моменты бывают с маленькими детьми. Еще бывает, да, вот тяжело, когда дети очень сильно, ну, болеют, ну, пропускают уроки. Тяжело. То есть забывается программа. Да, разбивается программа, и ты хочешь вот поставить танец, ты приходишь с таким удовольствием, да, включаешь музыку, там кто-то нету, еще кого-то нету, кто-то болеет, кто-то отпросился. Вот такие моменты очень сложные, так как у каждой девушки, ну, девочки должно быть свое место в танце, и уже одного человека нету, и это все портит, весь рисунок. И уже другие девочки путаются, а потом эта девочка после вот этого болезни или там еще какого-то события приходит, и она не знает половины движения. Вот такие моменты, это очень сложные, вот, но несмотря на это стараемся. Спасибо, Айнара, вы нам приоткрыли завистью немного вашего, именно трудности вашей профессии. И действительно это очень сложно работать с детьми, но несмотря на это вы терпите все это и работаете с девочками, и несмотря на эти трудности, сложности добиваете высот. И это очень радует, конечно же, ну, помимо вот сложностей, наверняка бывают и хорошие стороны обучения детей, если бы вспомнили бы эти плюсы. Ну, они, знаете, они такие маленькие, и еще они верят во все чудеса. Вот, с ними очень интересно, я иногда рассказываю им сказки и объясняю танец. Ну, у каждого танца бывает некий смысл, который хочет хореограф преподать зрителям через вот этот танец. И вот, и такая, объясняешь, у меня есть танец пчел, и я им объясняю, вот, вы вот этот цветок не можете поделить, таскайте туда-сюда. Они вот это сразу понимают. Иногда рассказываю им сначала сказку, чтобы объяснить весь суть танца. И вот это они задорные, то, что маленькие дети, они очень задорные, и они прям... У них еще энергетика другая. Взрослые, они уже знают свое место и все такое, а маленькие, они такие все радостные всякие. Искренние, непосредственно. И то, что вот это все дает очень большую энергию. Ну, вообще, когда ты учишь их танцу, вот это все занимаешься, это уходит очень большая энергия, да, человека. А потом вот эти своим они результатом, они вот эту всю энергию потраченную, они обратно, да, дают, и это вообще классно. Да, это, конечно же, радует, что тем самым вы все равно наполняете, то, что вместе с детьми вы тоже учитесь, быть искренними, верить в чудеса, получается. Здесь еще вопрос от нашего телезрителя, точнее, пожелания на казахском языке. Я тоже всех вас люблю. У меня очень хорошие родители, я им всем очень благодарна. Вот. Они тоже стараются, вот, директор наш рассказал, вот, про конкурс 6 ноября, он прошел недавно. Эстафета была с родителями. У меня участвовала одна группа, которая 3-4-5 лет, группа Тумаром. И вот, и пришлось родителей тоже научить танцевать. И вот тогда мы сплочились, им большое спасибо тоже, приходили на занятия вместе с детьми, учились танцевать. Вот, они тогда поняли, какой труд это танец. Они все такие тоже очень были уставшие, вот, после всех этих тренировок, но выступили на конкурсе удачно. Хорошо, это тоже приятно слышать. Спасибо вам за интересные истории, Айнара. Теперь я хотелось бы услышать ваши пожелания, наилучшие, самые искренние и красивые пожелания нашим телезрителям, вашим родителям и учащимся вашей школой. Распек Даньярович, вы, наверное, начнете, да? Всем зрителям я желаю крепкого здоровья, благополучия семейного. У каждого родителя есть своя цель, это воспитать ребенка хорошим человеком в будущем, занять его свободное время полезными вещами. В этих целях мы всегда готовы вам помочь, наши двери всегда открыты. Наша школа не только обучает музыке или танцам, она еще обучает традиционных основах. Как ты, как? Зашел в школу поздороваться со старшими, уважать старших, а также любить, окружать себя младших. Спасибо большое. Девочки нам добавят что-нибудь, скажут, несколько слов буквально. Пожелания. Кликай того. Можете на казахском, если вам тяжело. Казахшай того, от Левинга. Садитесь. Утравы. А на жақы камера. Ян сиек-тайнар, айбану, кызы, стаздың жолы, ұлы жол, сол жолда, қажымай, талмай, енбектеріңіздің жемесің көріп табыстан табыстға жетте беріңіз гетліктеспін. Спасибо. А нашым телезрителям есть что сказать? Күрермендер яйтала. Күрермендер көрінстар деп каналды. Күрермендер көрінстар деп каналды. Кто хочет, девочки? Можете на казахском добавить. Казахстан. Күрермендер көрінстар деп казахстан. Спасибо большое, Рахмет Что-то больше? Ну, они устеснительные За кулисами так готовились Вот это скажу, вот это скажу А сейчас уже застеснялись перед камерой Ну, это у них дебют И думаю, в следующий раз они будут уже более раскованными И они будут уже стесняться и бояться камеры Айнара, и ваши пожелания нашим телезрителям Вашим учащимся, родителям Особую благодарность хочу выразить вам сначала Этому каналу Ахжаех Потому что я вообще с детства этот канал смотрю Тоже развиваюсь вместе с вами Разные программы есть у вас хорошие И вот, вообще я хочу сказать спасибо нашему коллективу Нашим директорам нашей студии Каракат У нас очень дружный, сплоченный коллектив И, конечно же, хочу выразить огромную благодарность Нашим родителям, так как они привозят детей Несмотря на все эти выходные, на все конкурсы, концерты Они привозят, не устают Хочу, чтобы ваши дети достигали очень больших высот И всего-всего наилучшего Спасибо большое, Айнара Даниэль Распекович Еще раз хотелось бы поблагодарить вас за участие в нашей программе За девочек поблагодарить За демонстрацию, как весь этот ваш тренировочный процесс проходит Показав на своем примере Они доказали, что это действительно тяжелые, огромные труды Которые требуют терпения и силы воли Спасибо, хотелось бы пожелать вам всего самого наилучшего Всего самого доброго Успехов на танцевальной площадке И, конечно же, блестящих выступлений и больших побед Уважаемые телезрители, спасибо вам, что были с нами Пусть жизнь кружит вас в танце счастья Спасибо вам, что были с нами И, несмотря на хмурые, пасмурные осенние дни Всегда будьте на позитиве и смотрите нашу программу Увидимся с вами завтра в это же самое время До новых встреч, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok